Добрый день, дорогие зрители! Сегодня с вами вновь мыльная пена с последними новостями об актёрах Латинской Америки. У нас самые горячие сплетни, поэтому приготовьтесь слушать. Итак, начнём мы с Маурисио Очмана. Он вновь завёл отношения с актрисой Бегонией Нарвайс. Отношения эти были прерваны год назад, где-то в июне, и они решили, что каждый идёт своей дорогой. Но долго не выдержали и дали друг другу второй шанс. Расстались они после очень некрасивого скандала, в котором участвовала телеведущая Ванесса Хаппинкоттен. Она обвинила Бегоню в том, что та приставала к её мужу в Твиттере. Что имелось в виду? Что Бегоня написала какое-то сообщение мужу Ванессы. И, в общем, Ванесса из этого сделала далеко идущие выводы, что у них там чё-то какие-то отношения забелись. Ну вот, Маурисио тоже не стал долго разбираться и просто с Бегонией расстался. И вот Бегоня теперь объясняет, что муж этой самой Ванессы ей нафиг не нужен. Просто они встретились на улице, три года не виделись, перекинулись парой слов. Потом в Твиттере она послала ему сообщение. Ну и найти вам некрасивая сцена в мексиканском духе. Вообще, на самом деле, ревность человеческая, она вещь страшная. Потому что иногда люди выделывают такие штуки, что просто даже смешно сказать. Ну вот, например, Андрес Гарсия разъехался со своей женой Маргаритой Портильо. А проблема-то вот именно как раз в ревности. Но если вы думаете, что это Андрес ревнует молодую жену, то вы глубоко ошибаетесь. Именно Маргарита Портильо, которая моложе своего 72-летнего мужа, лет на 25, именно она ему бесконечно устраивала сцены. И люди, которые близки к актеру, они говорят, что Юнки Палкинович невозможно было просто. То есть постоянно какие-то такие вот стычки мелкие были. И дошло до того, что она ему даже пистолетом угрожала. Представляете себе, да? Артистка. То есть новеллу в каждый дом это называется. Андрес, у которого характер кремень, он, естественно, этого долго не выдержал. Сказал, что все, устал он. И все, и хватит. И, в общем, короче говоря, решили, что слишком много у них различий. И не лучше ли им друг от друга передохнуть. Ну а другие у нас истории на сегодня тоже очень забавные. Ну вот, например, Энрике Глесиас попросил у внучки арабского султана 10 тысяч евро за автограф. Нормально, да? Значит, что было? Был концерт в Испании. И девушка вместе со своими сопровождающими, она была в зале, подошла потом к сцене, попросила учитывать автограф. Ну вот. Ей сказали 10 тысяч евро и, в общем, автограф твой. Ну, само собой, что девица слегка обалдела. Она хоть, конечно, и внучка султанская, но за роспись такие деньги, ну это уже то в чересчур. И, в общем, короче говоря, она зал покинула. Страшно обиженная. Но все как бы закончилось достаточно хорошо, потому что на следующее утро то ли Энрике понял, что его, так сказать, близкие сморозили очевидную глупость, то ли он об этом просто не знал и, в общем, дал им там всем разгон. Ну, короче говоря, он пригласил, значит, девушку к себе в отель, они там с ним посидели, попили водички, пообщались, и автограф он ей дал. И, в общем, про 10 тысяч евро было забыто. Ну, на самом деле, конечно, забавно, да? То есть вот жадность человеческая, она границ не знает, как и редность. Ну, и у нас приятные новости есть на сегодня. Ну, вот Паулина Рубио. Значит, у нее, кажется, в личной жизни все налаживается. Ну, во-первых, курсировали тут по интернету ее фото. Она очень располнила, и народ, в общем, там всякие предположения строил. Что такое с нашей золотой девочкой? Ну, золотая девочка, потому что ее зовут Миньо Дорадо. Вот, что такое? Оказывается, ничего особенного. Девочка просто беременна, 3 месяца уже. И ее жених, которого зовут Херард Басу, он, в общем, очень доволен тем обстоятельством. Они сейчас в Греции, проводят время очень весело. Вот. Ее ребенок от первого брака тоже очень доволен. Единственное, наверное, кто недоволен, это бывший муж Николас Нахер по прозвищу Каятарь. А вот, у него после судебного процесса, вот этого некрасивого, сейчас будет большое разочарование в личной жизни. Потому что Паулина сказала, что платить она ему не будет. А вот. Ну, и еще у одной девушки все очень даже хорошо в личной жизни. Анна Лаевская. У нее сейчас новый жених, Ратриго Моррера. Вот. Они с ним сейчас проходят как раз этот период романтически сугубо. И они настолько друг другу увлечены, что не могут просто сдержаться. И целуются, обнимаются во всех людных местах. Просто вот в ресторанах, там на улицах. Ну, что мы можем сказать. Может, оно, конечно, и здорово, потому что после расставания с Рафаэлем Амайя у Анны, ну, в общем, никаких таких сугубо романтических отношений не было. И вот теперь, пожалуйста, новая любовь. Все так замечательно, все прекрасно. Ну, в общем, счастье ей. Тем более, что рейтинги ее новой новеллы «Дамы и рабочие» довольно низкие. Ну, хоть вот в любви по-любому. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И ждем вас в наших следующих программах. До свидания.